Вы чего-то боитесь? Да. Чего? Что мир взорвётся? Однажды прозвучит тот самый выстрел. Например, украинские военные катера снова попробуют нарушить границы, которые Россия считает своими. И тем самым вызовет ответную стрельбу со стороны российских пограничников. Или откроют огонь первыми. В любом случае, будут жертвы. И тогда начнётся война, в которой Россию, естественно, объявят агрессором. Украинские танки двинутся на Донбасс, чтобы одним ударом уничтожить непризнанные республики. Чтобы спасти людей, им навстречу выдвинутся российские войска. Для защиты венгерских граждан, живущих на западе Украины, выступит венгерская армия. Польша объявит мобилизацию резервистов. Появится реальный шанс вернуть земли, отторгнутые Советским Союзом в 1939 году. Произойдёт то, чего боялся весь мир в годы Холодной войны. Никто не будет желать полномасштабной войны. Но если у кого-то сдадут нервы, или ошибка бортового компьютера, или ошибка оператора ракетного комплекса ПВО, достаточно дружественного огня, чтобы две военные машины столкнулись под оглушительные взрывы тактических ракет, а на месте Украины останется только выжженная земля. Мира хватит пламя гигантской, вероятно, последней для человечества войны. Только из-за того, что в Киеве кто-то очень захочет удержаться у власти. То есть ничего хорошего не будет. Как вы думаете, считает ли он, что эти две страны смогут когда-нибудь сблизиться опять? Я думаю, что это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно. В Украине будет две избирательные кампании, которые предопределят место страны в мире и, самое главное, предопределят власть в Украине. То есть перед Украиной снова открываются возможности. Новый президент Украины Владимир Зеленский победил, потому что пообещал остановить войну в Донбассе. Но дни идут, а мира нет. Надежды народа Украины на новый курс тают с каждым днем. Единственный способ исправить эту ситуацию – это выбрать в парламент политиков, способных выполнить свои обещания перед народом Украины. Парламентско-президентская форма управления. И поэтому, победив на парламентских выборах, мы можем изменить ситуацию, на что мы и рассчитываем в стране. У него есть убеждение в этом все дело. Да, я тоже это вижу. Я, допустим, могу с чем-то не соглашаться, но это не может не вызывать уважения. Конечно, конечно. Но, во всяком случае, он относится к такому категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считают, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. Ну, и я думаю, что он в значительной степени прав. Мы используем жизненный принцип с Оксаной. Делай, что должно, и будет, как будет. Я думаю, это правильный жизненный путь, правильный жизненный принцип. Да. И мы должны его реализовать. Спасибо.